здравствуйте рада видеть вас у себя на кухне сегодня я хочу с вами поделиться рецептом блюда лахмаджун это блюдо в израиль привезли евреи выходцы из турции готовить это блюдо совершенно несложно а в нашем случае еще и лениво но прежде чем мы начнем я хочу поблагодарить всех вас за то что вы смотрите мои видео за то что вы пишете добрые комментарии это так меня вдохновляет и я всегда рада новым друзьям а теперь начнем для лахмаджуны я взяла четыре такие лепешки это основание база для пиццы бездрожжевая вы можете взять лаваш можете взять тортилью одну луковицу мы должны измельчить блендере это все для начинки для нашего лахмаджуна у меня 300 грамм говядины бляжего фарша вы можете взять любое мясо которое вы любите можно баранину можно курятину в общем то что вы предпочитаете еще нам нужно измельчить болгарский перчик сладкий хорошо если он будет яркого цвета красного такого или желтого у нас это будет очень красивая начинка для лахмаджуна это будет очень ярко красиво тоже измельчаем теперь нам нужно еще взять два помидора таких средних я предварительно сделала крестообразный надрез обдала кипятком в кипятке помидорчики постояли пять минут и шкурка кожица легко снялась их будем измельчать в блендере вместе с чесноком два зубчика если вы любите больше чеснок вы можете взять еще несколько зубчиков как вот вы любите я взяла кусочек такой четверт не четвертинку да четвертинку перчика чили я не люблю когда сильно остро я люблю такой пикантный вкус если вы любите острое вы можете взять целый перчик и у меня петрушка можно взять кинзу но вот сегодня у меня петрушка и все это вместе мы должны измельчить вместе с помидорчиком чесноком для нашей начинки посмотрите какая получается масса такая достаточно жидкая начинка наша будет сочная пошаговый рецепт вы сможете увидеть в инфобоксе под видео в описании теперь специи чайная ложка красной и сладкой паприки пол чайной ложки перца и чайная ложка соли чайная ложка коммун зира и большая столовая ложка томатной пасты это будет очень вкусно и так как у меня говядина не баранина она достаточно постная там мало жира я добавляю две столовые ложки оливкового масла вы можете добавить любое растительное масло без запаха и теперь нужно всю эту массу нам вымесь вымесить как следует вот такая у нас получается начинка я ее зрительно делю на четыре части так как у меня 4 лепешки и нам нужно добавить размазать все это толп тонким слоем по лепешке если у вас больше будет лепешек значит соответственно надо поделить начинку так чтобы хватило на все лепешки вот тонким слоем мы размазываем и обязательно нужно учесть чтобы диаметр вашей лепешки был не больше чем диаметр вашей сковородки чтобы он подходил я это делаю на сухой сковородке на среднем огне у меня индукция это шестерка под крышкой пока не приготовиться начинка у меня это взяло где-то 7 минут мы выкладываем лепешку нашу на блюдо и накрываем таким колпаком или низкой глубокой чтобы наш лохмаджум пропарился и стал мягким после каждой лепешки мы протираем сковородку насухо бумажным полотенцем потому что там вытекает сок чтобы не горело это все и стопочкой как блины мы складываем лохмаджум накрывая каждый раз колпаком но все у нас все готово наш домашний фастфуд готов еще этот фастфуд называют турецкой пиццей мы укладываем зелень нету петрушка поливаем лимонным соком сейчас мы все это свернем рулетик и будем пробовать посмотрите какой он мягкий посмотрите как он прекрасно сворачивается наш домашний фастфуд сейчас мы его будем пробовать ну-ка посмотрим что у нас там получается в разрезе он прекрасно режется мягкий вот такая красота у нас получается пробуем это очень вкусно лохмаджум получается очень вкусным сытным пикантным приготовьте этот домашний фастфуд а мне будут интересны ваши комментарии и я всегда рада вам у себя на кухне мира вам радости и добра